Доброе утро, уважаемые коллеги! Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Меня зовут Дмитрий Слепцов. И сегодня мы с вами рассмотрим движение валютных пар, то, что произошло за пятницу, и какие у нас есть планы на текущий день. Также, как я и обещал, рассмотрим торговую систему Александра Элдера. В качестве модельки разберем, каким образом можно анализировать рынок, то есть определенный подход. Если меня видно, слышно, как всегда, поставьте плюсики в чат, и мы с вами непосредственно начнем. Пока вы ставите плюсы, напомню, что у нас был план ведения дополнительных торговых стратегий, торговых систем в наш аналитический обзор. И вот сегодня мы как раз разберем классическую трендовую модель, в свое время предложенную Александром Элдером. Итак, плюсики есть. Да, все работает. Ну что ж, сейчас сделаем следующим образом. Мы пройдем по валютным парам, по ситуации, да, и дальше уже вот, так сказать, бонусом, да, вот рассмотрим торговую стратегию. Поэтому сейчас очень быстро по ситуации. Исходя из нашей трендовой модели, которую мы уже с вами достаточно давно разбираем. Евро-доллар – восходящий тренд, цены закрепились выше средней, дневная средняя уходит выше недельной средней. Сейчас коррекции здесь не наблюдается, просто цена у нас нарисовала максимум. Нужно выжидать коррекцию для того, чтобы сформировать точку входа на лонг. Доллар-иена, как мы с вами говорили, находится в хорошем нисходящем тренде. Здесь реализовался вот этот сигнал. Помните, мы с вами нарисовали линию вот здесь минимум раз-два. Вот здесь у нас осуществился пробой. Стоп-лосс вот здесь за максимумом спрятали. Здесь вот тоже я заходил. Здесь у меня позиция есть. Она, в принципе, сейчас сохраняется. По мере развития движения сейчас я стоп-лосс переместил, спрятал ее пока вот за этот уровень. То есть это уже положительная область. Эта сделка меня уже не волнует с точки зрения убытка, потому что по ней убыток уже получен в принципе не может быть в силу движения. Сейчас нету коррекции. То есть есть минимум, есть второй минимум. То есть здесь нужно формировать, опять-таки, ну, вернее, ожидать формирования повышающегося минимума, да, чтобы коррекцию нарисовать. То есть здесь уже мы в рынке, и поэтому ничего нового не делаем. Канадец. Напомню, что у нас, так, 10.30, это вот, вот здесь мы, по-моему, да, вот находились как раз вот в этой точке. То есть у нас был вот этот максимум и вот этот минимум, да, то есть мы сказали, что нужно ждать формирования движения. Потом произошло резкое падение. К сожалению, здесь четкой коррекции не было, поэтому здесь зашли только те трейдеры, которые рассматривают горизонтальную коррекцию в качестве входа. То есть вот здесь у нас был уровень, да, и вот кто на его пробои торгует, тот, в принципе, здесь получил определенную прибыль. Сейчас мы находимся в неком коррекционном движении, да, то есть у нас есть вот этот минимум, самый маленький. И сейчас пока мы можем только единственную вот такую коррекцию нарисовать и ожидать пробоя в направлении тренда вниз, то есть на пробой этой линии на короткую позицию. Новозеландец. Вот здесь мы рисовали с вами линию, у нас был тренд нисходящий, помните, да. Эта линия не пробилась, она получила вот такое продолжение, то есть вот еще раз, ну, вернее, даже два раза мы с вами эту линию коснулись и ушли выше. Дальше, как мы говорим, по новозеландцу есть линия из прошлого, да, то есть мы можем продолжить эту линию, вот даже немножко сейчас подкорректировав, да, у нас есть вот тут касание. То есть тренд сейчас восходящий, но по итогам нисходящего тренда эта линия осталась. Но если вдруг вот сейчас будет пробитие, да, то мы тоже можем как дополнительный сигнал эту линию использовать. Также есть сигнал по текущему тренду, здесь тоже вот такая коррекция присутствует. И опять-таки мы выжидаем, то есть видите, у нас сходящаяся формация, либо наверх, либо вниз, австралийцы выйдет, подаст сигнал на вход. Вот фунт ведет себя достаточно развязно, у нас, видите, такое движение, да, вот тут был вход, потом все это загуляло вот такими размашенными сильными движениями. Если говорить о текущей ситуации, тренд нисходящий, но вот коррекцию, к сожалению, нарисовать не можем, потому что цена отвалилась. Вот средний, да, и вот просто здесь сейчас болтается. Если по важным новостям, тоже сразу же напомню, сразу скажу, смотрите, у нас, значит, в среду решение Банка Канады по процентной ставке, также сопроводительное заявление, доклад комитета и пресс-конференция 18-15. Важные новости, как мы знаем, поэтому, если позиции по канадцу есть трендовые, то, как мы помним, нужно будет подтягивать стопы, закрывать часть прибыли или всю прибыль, чтобы вот эти решения не выбили наши стоп-лоссы, чтобы не превращать прибыльные позиции в убыточные. И дальше по фунту, это у нас уже будет четверг, решение Банка Англии по процентной ставке по фунту, тоже роста падения не ожидается, то есть, в принципе, скорее всего, останется без изменения ставка, вон, 9 голосов. Но, тем не менее, это тоже важное событие, то есть, будет какая-то движуха. И, более того, как мы знаем, рынок заранее на нее закладывается, и до четверга вполне может сформировать определенные тренды, именно фунт. Ну, вот пока такая ситуация, что нужно выжидать точку входа по фунту, но, тем не менее, это может быть достаточно интересной картиной и формирование интересных трендов. Дальше по франку мы сказали, просто у нас был голый минимум, да, он перерос вот в такую затяжную фазу коррекции, да. Тут тоже тренд сменялся, то есть, возможно, да, здесь были сделки коротенькие, там 120 пунктов стоп-лосс, эта коррекция себя не оправдала, рынок пришел к средней, загулял, и сейчас, видите, просто находится внизу тоже, приходится выжидать. То есть, есть минимумы, нам нужно по-любому какие-то повышающиеся минимумы, чтобы это была у нас коррекция, да, как мы помним. Австралиец. Вот у нас тоже достаточно четкая картина. Мы с вами, так, это у нас было так, сейчас 11, да, 8, 10, 30, вот здесь мы с вами проводили наш аналитический обзор. Видите, цена пошла выше, потом загуляла, и вот здесь тоже нам вот эту линию подтвердило. Более того, даже эта линия распространилась еще дальше вот сюда. Потенциально вот по канадцу у нас была точка входа, по австралийцу была точка входа вот здесь. Но там потенциал приблизительно всего лишь 180 пунктов. Ну и дальше цена пошла наверх, то есть, это тоже стоп-лосс, если в данной сделке трейдер заходил. Да, то есть, австралийцы у нас сейчас гуляют в таком вот не очень приятном, да, боковике, то есть, у средней топчется, и, естественно, для нас это означает стоп-лоссы, если мы заходим. Ну, как вы помните, да, мы говорили, что в данном случае мы торгуем портфель валютных пар, то есть, иена сейчас, к примеру, в тренде, да, и мы трендовыми сделками должны компенсировать то, что у нас появляется с точки зрения убытков по другим валютным парам. Ну и, в принципе, даже если убытки возникают, мы их контролируем через стоп-лоссы, да, через контроль над капиталом, через риск-менеджмент. С точки зрения коррекции по австралийцу у нас есть только вот эта линия, сейчас вот мы ее вот так подкорректируем, да, вот. Вот, причем она только-только отскочила, нужно дожидаться подтверждения по MACD, да, то есть, сейчас это скорее вот отсюда, по этим минимумам мы эту линию оставляем, но вот дальше уже либо пробой, да, будет здесь, либо вот отскочит, эта линия сохраняется, и только после нее возможно движение вниз, возобновление, то есть, сейчас мы, в принципе, больше ничего сделать не можем, так что пока выжидаем. Доллар-рубль пока показывает нам нисходящий тренд, тоже, вы помните, здесь был голый минимум, и сейчас тоже у нас горизонтальная коррекция, то есть, мы находимся вот в таком движении, и здесь даже коридорчик формируем, да, и наклонной коррекции нет, то есть, тоже заходит только, будут выходить только те трейдеры, которые торгуют на пробой горизонтальных уровней, как я вам всегда говорил, да, вот, я все-таки сторонник наклонной коррекции наверх, то есть, ее сейчас доллар-рубль не показывает, то есть, по валютным парам пока вот мы, получается, выжидательную позицию занимаем только в доллар-иене, стоим в тренде. Ну, еще там по канадцу есть сделка, но она у меня возникла не по этой трендовой модели, поэтому сейчас про нее тоже говорить не будем, но, так сказать, две трендовые позиции есть, и этого пока хватает с точки зрения риск-менеджмента, более чем достаточно. Если есть какие-то вопросы, а, вот, есть вопросы, напишите, пожалуйста, параметры мувингов. Да, конечно, сейчас напомню. Значит, наши средние – это на часовом графике средняя с периодом 120, это торговая неделя, 120 часов. Средняя за 120 часов, то есть, за торговую неделю. Ну, естественно, оно смещается постоянно, да, каждый час торговая неделя у нас как бы сдвигается на один часик, но, тем не менее, это 120 часов, то есть, это показатель торговой недели. И вторая средняя – 24. Вот это у нас торговые сутки, то есть, 24 часа, среднее значение за 24 часа. Дальше, спускаясь на пятиминутный график, мне приходится параметры менять, то есть, чтобы у меня суть средней осталась часового такая же, как, ну, то есть, суть средней 120 на пятиминутном графике, да, то мне нужно увеличить период на 12, поэтому у меня на пятиминутном 1440, желтая средняя – это та, которая недельная, а дневная – 288. Это потому что пятиминутный график, мы его смотрим как более динамичный, чтобы ситуация развивалась за дня в день. Так, ну вот такая ситуация. Значит, ну, по всем валютным парам то же самое, да, и иена там у нас вот 288, ну и так далее. То есть, модель трендовая на этаже. Так, вопрос от Дмитрия. Есть смысл вставать, если сигнал, к примеру, европокупка, фунт продажа? Да, есть смысл вставать, потому что нам нужна диверсификация по валютным парам, и, в принципе, даже если мы, нас вот немного разносят таким образом, да, по валютам, и мы где-то, казалось бы, противоречим друг другу, в этом нет ничего страшного, потому что наша цель именно в среднем, да, вот по рынку, который формируется, взять свою прибыль. То есть, даже если мы, там, допустим, по фунту пойдем в тренд, по евро не пойдем в тренд, ничего страшного, мы прекрасно знаем, что такие ситуации бывают, они и сейчас вот были. То есть, наша задача взять тренд, и если трендовый сигнал есть, то мы заходим. Если не пойдет евро, пойдет фунт, не пойдет фунт, пойдет евро, да, если они оба стоят, иена вот сейчас пойдет, там, канадец пошел, да, то есть, мы просто обязаны принимать сигналы по нескольким валютным парам, просто чтобы не было слишком большого риска, мы должны его контролировать и заходить, ну, распределять риск по нескольким валютным парам. Не в одну весь риск загружать, да, а все-таки по нескольким. И тогда у нас будет получаться диверсификация, это очень хорошая идея. То есть, условно говоря, если вы закладываете в одну валютную пару риск 3%, то лучше в три валютные пары загрузить по проценту. Если у вас в одну вы загрузили 3% риска, и стоп-лосс сработал, вы потеряли 3% капитала. А если вы риск распределили по 1% на каждую валютную пару, то вы потеряете 3%, только в том случае, если все три сработают по стоп-лоссу, что в принципе, ну, может, конечно, быть, но в какой-то валютной паре, может быть, в стоп-лосс передвиньте в безубыток, может быть, пойдет тренд, да, то есть всегда лучше распределять риск. Простые по закрытию, да, простые скользящие средние по закрытию, не экспоненциальные, просто обычные. Вот такая ситуация. Тогда еще, если по этой трендовой модели есть вопросы, задавайте, а я расскажу вам про трендовую модель Александра Элдера. Ну, значит, как мы с вами говорили, Александр Элдер в свое время описал модель, которая сейчас уже является классикой трендовой торговли. Когда он это делал, по-моему, в 85-м, что ли, году он ее опубликовал, это, в общем-то, было достаточно, ну, если не революционно, то достаточно системно. То есть это был очень такой интересный системный подход. И сейчас мы разберем торговую стратегию Александра Элдера. Торговая модель называется «Система трехэкранов». Ну, по-разному ее называют. Тройной выбор, «Система трехэкранов». Там просто иногда называют «Торговая стратегия Александра Элдера». Но название нас сейчас не очень беспокоит, нужно понять суть. При этом Александр ее описал в первой своей книжке «Как играть и выигрывать на бирже». В следующей книге «Трейдинг с доктором Элдером» он ее немножко подкорректировал. Мы сейчас возьмем классический первый вариант. И, в принципе, сразу скажу, что это не Грааль. То есть не нужно относиться вообще к любой торговой стратегии, которую вы читаете, разбираете. Не нужно к ней относиться как к Граалю. То есть то, что ее придумал дядюшка Элдер, это еще не говорит о том, что она вам будет давать абсолютно точные сигналы всегда и везде. То есть это модель. И мне хочется, чтобы вы поняли на этом примере, на этой модели, как в принципе строятся модели. Потому что модель построена очень грамотно и по большому счету является классикой. Значит, что здесь у нас происходит? Во-первых, система называется как «система трех экранов». Почему трех экранов или тройной выбор? То есть происходит три выбора, три фильтра. И начинаем мы с того масштаба, на котором мы собираемся торговать. Ну вот, к примеру, если вы среднесрочный трейдер или краткосрочный трейдер, у вас будут разные основные масштабы. Вот сейчас, к примеру, мы в основном смотрим пятиминутный график. Это для нас основной график, который мы исследуем. Но тренды мы берем с часового. И вот то же самое делает Александр Элдер в своих фильтрах. То есть мы берем какой-то основной масштаб. К примеру, это может быть пять минут, если мы краткосрочные трейдеры, или часовой, если среднесрочный, или может быть дневной. Вот он, кстати говоря, вообще использует в связку недельные графики и дневные графики. И при этом он, можно сказать, такой долгосрочный трейдер. То есть понятие краткосрочности и долгосрочности, оно очень размыто. Поэтому понимаем суть. То есть берется некий масштаб, который у нас является основным. Но вот давайте, к примеру, возьмем день. Вот просто, чтобы сейчас понять идею саму. Вот, к примеру, мы торгуем под дневным графиком. Нас интересует вот этот масштаб. Мы раз в день там заглядываем в рынок и торгуем не очень активно. Вот день для нас основной масштаб. Это в системе тройного экрана называется средний масштаб. Средний. Далее мы берем для себя долгосрочный масштаб. То есть мы выбираем, какой у нас будет. Здесь позиционируется Александром коэффициент пятерки. То есть если мы берем дневной, то на пять выше это у нас будет недельный. То есть в одной неделе пять торговых дней, соответственно, у нас получается недельный – это долгосрочный масштаб. И дальше у нас есть краткосрочный масштаб. Это тот, который на пять меньше, чем дневной. Вот коэффициент пятерки, он тоже является, ну, условно, так скажем, формальным. В каком плане, что если возьмете шесть коэффициентов, то в принципе глобально не поменяется. То есть важно понимать идею. Не смотреть на нее, на торговую стратегию, как на грааль, да, а именно рассматривать ее как модель. То есть мы понимаем, что есть среднесрочный, долгосрочный и краткосрочный. У нас масштаб, да. Так вот, если мы возьмем четыре часа, это, в принципе, будет нормально. То есть у нас в дневном графике шесть четырехчасовых свечек, то есть у нас же 24 часа торговых. Но, в принципе, Эй-4 для нас, в принципе, подойдет. Более того, я вам немножко забегая вперед, скажу, что эти вот коэффициенты тоже, повторюсь, не грааль. То есть на валютном рынке, кстати говоря, работает связка день-час. То есть даже вот с точки зрения сигналов, я дальше об этом подскажу, да, именно час с днем связочка, да, это как раз то, что нам нужно. То есть получается коэффициент, в общем-то, даже 24. То есть самое главное понимать идею, что у нас есть некий вот наш средний масштаб, долгосрочный масштаб недельный, ну и краткосрочный, ну, например, четыре часа. Далее, что мы делаем? Тренд всегда определяется по долгосрочному масштабу. То есть когда мы вообще, в принципе, собираемся сделать сделку, мы идем на недельный масштаб. То есть дневной – это наш основной, средний масштаб, да, а мы хотим сделать сделочку. Значит, по определению идем на недельный. На недельном графике мы определяем тренд. То есть мы всегда начинаем с тренда, с фильтра того, куда идет рынок. То есть мы фильтруем, в принципе, для себя вот лонг и шорт. Помните, как вот мы в нашей трендовой модели делаем? Цена выше средних, либо ниже средних. Если выше средних, только лонг, если ниже средних, только шорт. Кстати говоря, Александр Элдер потом, когда модифицировал систему, он именно средний туда добавил, да. Но пока не будем забегать вперед. То есть у нас есть большой масштаб, и Александр здесь рекомендует использовать гистограмму MACD для определения тренда. Сразу скажу, что гистограмма MACD – это не то, что мы видим в классическом индикаторе MACD в метатрейдере. Почему? Потому что здесь у нас параметры 12, 24, 9, либо 12, 26, 9 отображаются как вот одна средняя и одна гистограмма. А вот в классическом индикаторе MACD вот эти две линии отображаются как… ну, вернее, два вот этих значения отображаются именно как линии. То есть вот не гистограмма у нас здесь, а тоже линия отрисовывается, да. А гистограммка – это вот расстояние между этими линиями. Ну, сейчас не суть, сейчас не будем вот лезть в детали этих индикаторов. Просто скажу, что если мы хотим вот брать трендовую модель по Элдеру, то нам нужно использовать индикатор OSMA. Вот он как раз то, что нам нужно. Мы просто здесь проверяем 12, 26, 9 параметры, нажимаем ОК. И вот этот индикатор как раз то, что имеет в виду Александр Элдер, говоря об индикаторе MACD, то есть о классическом его представлении. То есть он отображает у нас разницу между вот этими параметрами, то есть вот средней вот этой красненькой, которая у нас отображается, да, и вот гистограммой. То есть здесь просто возникает путаница, когда у нас две гистограммы, то что же брать за сигнал. Так вот, ну, условно, если вы будете читать книжку Элдера, и будет написано, что если гистограмма падает, то тренд нисходящий, да, то вы будете думать, что это вот эта гистограмма. А на самом деле вот если почитать книжку Элдера, да, то он вот использует гистограмму немножко иную. Именно вот та, которая классически изначально была придумана. Так вот это в метатрейдере индикатор OSMA. Что здесь Элдер сразу вводит за правило? Если гистограмма повышается, то тренд восходящий, если понижается, то нисходящий. Что считать понижающейся гистограммой? Вот если у нас пошли минимумы понижаться, да, это у нас считается нисходящий тренд. Если они повышаются, ну, вот, к примеру, вот эта картина, да, вот они растут. Вот это восходящий тренд. Конечно, не всегда, когда растут гистограммы, цены прям будут расти. Но вот формально это первый фильтр, первый экран по Элдеру. Гистограмма растет, значит, тренд восходящий. Гистограмма падает, тренд нисходящий. Вот сейчас, если говорить по Элдеру, считает система, что тренд нисходящий. Вот у нас закрылся недельный, причем, обратите внимание, график, да, гистограмма пошла вниз, причем она может двигаться наверх и вниз над нулевой линией, либо под нулевой линией. То есть вот у нас вот это рассматривается как движение наверх гистограммы. Но вот это, к примеру, вот, это тоже движение гистограммы наверх. Просто здесь она под нулевой линией, то есть вот это у нас нулевая линия, да, вот, ноль. Вот это у нас восходящее движение, восходящий тренд, считает система Элдера, да, вот отсюда, вот досюда. И вот это тоже восходящий тренд. То есть гистограмма растет. И вот это первый фильтр. То есть если у нас гистограмма растет или падает, мы сразу себе говорим, лонг либо шорт. Вот сейчас, к примеру, да, вот если мы возьмем, это у нас получается шорт по недельному графику. Опять-таки, с точки зрения валютного рынка, тут он Элдер акции рассматривает, да, то есть там своя специфика, то есть там тренды могут длиться достаточно долго, а валютный рынок, он в этом плане более спекулятивный. Поэтому сейчас просто идею поймите, да. Вот. То есть первый фильтр – это всегда тренд. И вот здесь сразу мы говорим, ага, шорт. Если, к примеру, да, вот наш основной график будет не… Ну, то есть как мы сейчас сказали, что основной день, а долгосрочный масштаб неделя. Вот если мы, к примеру, торгуем не так долгосрочно, и у нас получается, что вот основной масштаб, к примеру, там, 4 часа, да, то есть мы более спекулятивны, то мы, значит, на дневном графике будем рассматривать гистограмму, понимаете? То есть самое главное, что у нас есть три масштаба – долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. И вот на том масштабе, который долгосрочный, вот в рамках Форекса, в принципе, сейчас давайте оставим все-таки дневной как долгосрочный, да, именно в силу того, что у нас рынок достаточно спекулятивен. И здесь у нас есть как раз возможность отследить примеры вот по той же самой иене, да, вот где тренд сформировался, как вот работает сама модель. То есть, вот, к примеру, мы берем дневной как долгосрочный, да, здесь все то же самое. Открываем индикатор ОСМА, то есть гистограмма МСД, и смотрим, где она растет, где падает. И вот, к примеру, в данном случае вот пошло понижение гистограммы, и она идет вниз. Вот с точки зрения системы Элдера это у нас нисходящий тренд, нисходящее движение. И мы здесь воспринимаем сигналы только на шорт, просто изначально, только на шорт. Когда мы этот фильтр для себя отметили, то есть гистограмма идет вниз, значит, будем заходить только в шорт, и дальше нам нужно идти на средний масштаб. Помните, мы сказали, то есть дневной это у нас долгосрочный, либо у кого-то недельный долгосрочный, да, неважно. Вот сейчас мы привяжемся к дневному. Дневной это долгосрочный. Дальше мы идем на среднесрочный. По Элдеру мы, в принципе, должны взять 4-х часовой, ну, то есть чтобы коэффициент был пятерка, в данном случае шестерка. Но забегая вперед, просто скажу, что на валютном рынке вот хорошо работает связка день-час. То есть день 4 часа, она достаточно медленная. То есть валютный рынок, он очень такой спекулятивный. И если вот брать связочку, то это вот чисто такая особенность валютного рынка. Просто уже, поскольку там я достаточно долго, да, вот отслеживаю там цены, графики и так далее. То есть я просто вот как режиме вам говорю, что вот эту связку на валютном рынке лучше брать день-час. Можно в классике по Элдеру брать день 4 часа, может быть, вам больше понравилась такая связка. Но я вот сейчас возьму именно день-час. Самое главное понять вот идею, да, еще раз повторю, что там это не Грааль, система Элдера, да, это именно модель. То есть у нас есть вот этот долгосрочный масштаб D1. Дальше я иду на среднесрочный масштаб. По Элдеру коэффициент пятерка, по валютному рынку H1 хорошо работает. То есть день, час, связка день-час. То есть коэффициент у нас получается больше. И здесь я ищу вход по осциллятору. То есть получается, что тренд мы смотрим по трендовому индикатору. Причем, в принципе, если мы говорим о модели, это может быть любой трендовый индикатор. То есть это не обязательно гистограммы мы сидим. Мы можем использовать средний там Боллинджер, то есть Параболик. То, что вы считаете трендовым индикатором. Самое главное, что именно тренд на долгосрочном масштабе. На среднесрочном масштабе мы используем осциллятор. Ну, в данном случае Элдер рекомендует брать стахастик, там индекс силы, к примеру, процентный диапазон Виллимса. Ну вот возьмем стахастик, то, что применяется на валютном рынке, то, что достаточно, ну скажем так, популярно и то, что отвечает специфике валютного рынка. Да, здесь у нас стандартные параметры остаются, то есть ничего менять не надо, да. И так, еще вот нам нужны уровни, естественно. То есть мы на вот этом среднесрочном масштабе берем уже осциллятор как основной инструмент. И что мы ищем? Мы ищем сигналы, которые для нас говорят о том, что рынок находится в области перекупленности либо перепроданности в зависимости от тренда. То есть смотрите, что получается. На долгосрочном масштабе тренд нисходящий. Раз тренд нисходящий, то, что мы определили по индикатору ОСМА, по гистограмме МОСИДИ, после этого мы идем на среднесрочный масштаб и нас интересуют только вот эти области осциллятора. Смотрите, вот даже это не очень нас интересует. Вот эти области, вот эта область, вот эта, вот эта и вот эта. Почему именно они? Потому что это области у нас перекупленности. И возникает следующая идея, что тренд общий нисходящий, но при этом на рынке перекупленность. То есть цены временно движутся наверх. Вот это по трендовой модели Александра Элдера, ну, в принципе, является такой классикой жанра. То есть смотрите, общая тенденция вниз, а в моменте идем наверх. Следовательно, это хороший сигнал, чтобы встать в шорт. То есть восходящее движение, временное, вот это вот, да, ну, вернее так, на нисходящем тренде любой восходящий кусок считается временным. Это просто коррекция. Почему? Потому что более старшее движение идет вниз. Это вот суть этой модели, да, это второй выбор. То есть здесь нас интересуют только вот эти моменты, когда осциллятор у нас уходит выше, да, то есть говорит, смотрите, цены растут, но они растут-то на нисходящем тренде. Сейчас вот это мы уберем. Вот. И вот здесь нас начинает интересовать стахастик. То есть когда он уходит выше, мы говорим, ага, так, все, внимание, у нас наступает область перекупленности. Все. Готовимся ко входу. Это не значит, что мы прям сразу заходим. Это просто говорит о том, что вот это нас интересует область. Для того, чтобы зайти, да, то есть мы нащупали с вами коррекцию на тренде. Это вот как раз второй экран. То есть мы на уже среднесрочном масштабе смотрим временные движения наверх. То есть как мы их считаем, да, временными. Вот здесь, вот здесь тоже, видите, рынок поднимается наверх. Вот эта точка нас интересует. Дальше вот тут, ну тут немножечко она, там, посмотрите, не дошел он до 80, да. Вот тут дошел, да. И вот здесь тоже последняя у нас. Вот она, картиночка. Это второй экран. Дальше третий экран. Третий экран – это у нас как раз краткосрочный масштаб. То есть здесь Александр Элдер, он немножечко себе, ну, так сказать, мнение свое двоякое выстраивает. То есть он, с одной стороны, говорит, что мы берем еще меньший масштаб, то есть мы берем, например, дневной, потом идем внутрь, да, вот, то есть долгосрочный дневной, среднесрочный часовой, дальше мы идем еще на меньший масштаб, ну, например, там, на 15-минутный, тоже по коэффициенту пятерка, да. И там уже ищем точку входа. А почему я говорю, что он немножко так разностороннее объяснил, да, потому что он сначала пишет, что мы идем на меньший масштаб, а потом там чуть дальше уже пишет, что в принципе третий выбор, нам не обязательно нужен график либо индикатор. То есть он, в общем-то, говорит о том, что можно и не спускаться ниже, да, то есть именно можно реализовать третий выбор непосредственно на вот нашем текущем основном масштабе. То есть с одной стороны, да, мы можем пойти еще глубже, например, в 15-минутный график, и там уже конкретную точку входа искать. То есть конкретная точка входа, к примеру, там будет пробой какого-нибудь локального там минимума, да, то есть вот такая ситуация. Но чтобы сейчас не усложнять, вот просто расскажу основной концепт, как вот это Элдер описал. То есть третий экран – это когда мы, уже видя, что есть вот это временное восходящее движение на нисходящем тренде в данном случае, да, мы начинаем ставить отложенный стоп-приказ, ну, то есть селл-стоп на вход. То есть мы, ну, увидели эту ситуацию, и вот, к примеру, ниже вот этого минимума мы ставим селл-стоп. Ну, какого именно, давайте вот так, вот. Вот этот бар, вот этот минимум. Вот мы, вот по этой свечке мы увидели с вами, что, ага, цена пошла наверх, то есть закрылась свечка, да, вот сформировалась еще одна свечечка, то есть мы понимаем, что вот это наш возможный вход. И что мы начинаем делать? Мы начинаем ставить стоп-приказ под минимум. В принципе, может быть, мы даже прямо вот под этот минимум поставим, да. Но я сейчас просто, чтобы показать идею Элдера, вот возьму этот бар. Что вот мы поставили под минимум и ждем пробоя вниз. Если пробоя не происходит, да, то есть вот свечка закрылась, ну, вернее, даже как, свечка сформировалась, мы поставили селл-стоп, да, на следующей свечке, следующая свечка формируется и не пробила его вниз, да, а тоже закрылась. Мы селл-стоп подтянули под этот минимум, этой свечки, снова ждем. Следующая свечка движется, формируется. Если не пробило, да, мы снова подтягиваем селл-стоп. И вот на следующей свечке, вот здесь, у нас осуществляется вход в рынок. Именно на продажу, в шорт, да. То есть вот третий экран по Элдеру, это вот это движение селл-стопа под минимумы в случае нисходящего тренда и по максимуму в случае восходящего тренда. То есть получается, что мы не сразу, как только увидели вот здесь, ага, перекупленность, давай-ка мы сразу продадим, да. Нет. Вот мы начинаем вот этот селл-стоп переставлять. И когда тренд возобновляется, цена идет вниз, ну, в принципе, достаточно быстро происходит, мы заходим в шорт. Это вот и есть третий экран. То есть получается, первый экран – это дневной график, ну, в нашем случае, то есть это долгосрочный график, по которому мы определяем тренд по индикатору, трендовому индикатору, в данном случае индикатор гистограммы МСД. Дальше мы идем на меньший масштаб, связанный коэффициентом пятерки в классике по Элдеру, в нашем случае, на валютном рынке, да, все-таки это день-час, то есть часовой график вот здесь дает эти сигналы. Почему я говорю, на валютном рынке вот работает эта связка? Если вы возьмете, например, день, вот по классике Элдера, да, определить здесь тренд, вот тренд идет вниз, нисходящий, потом возьмете четырехчасовой, в том, что на четырехчасовом вы увидите, что у вас осциллятор-стахастик, да, он просто не уходил даже в область вот этой перекупленности. То есть он туда не… Вернее, он вот здесь вот дотянул до нее один раз, но тут уже весь тренд уже закончился почти, да. То есть вот именно, если брать классику Элдера, коэффициент пятерки, ну, даже в данном случае шестерки, то рынок не успевает, стахастик не успевает выходить наверх, да, рынок не выбрасывает его туда выше. Хотя это не всегда так, но вот по опыту это вот такая закономерность. Если же мы берем часовой масштаб, то есть рынок спекулятивный, и получается, что здесь вполне вот эти сигналы генерируются, да, вот для потенциального входа. Так вот, что у нас получается? Значит, у нас идет движение наверх, вот здесь мы определили перекупленность, и дальше мы начинаем… Это второй экран, да, то есть первый экран на дневном определили тренд, во втором экране на часовом определили движение наверх, то есть движение против тренда основного, и третий экран – это начинаем переставлять селл-стоп по минимуму вот этих наших баров. Когда возобновляется тренд, мы входим. Дальше по Элдро достаточно жестко ставятся стоп-приказы, то есть стоп-приказ ставится над максимум, прям сразу вот сюда он его предлагает ставить. То есть стоп-приказы ставятся на среднем масштабе, не на долгосрочном, а на среднесрочном, да, и ставятся под максимум, в данном случае, да, вот либо одного, либо двух баров, ну, либо свечек, да. То есть в данном случае это стоп-лосс прямо вот здесь. С одной стороны это маленький стоп-лосс, но с другой стороны Элдро как говорит, что, ну, в принципе, это правильно. С точки зрения риска, он говорит, самая маленькая потеря – это, вернее, первая потеря – самая маленькая. То есть если вдруг рынок пошел против вас, нужно просто быстро закрыться, мало потерять, и все, и переждать. То есть чем меньше потеряем, тем лучше. Это вот такая позиция Элдера. Здесь можно по-разному к этому относиться, да, то есть на мой взгляд на часовом над максимумом второго бара это не всегда получается хорошо, потому что может кольнуть, отвалиться. Но вот в классике по Элдеру, да, вот такой маленький стоп – это как раз то, что надо, потому что если теряем, мы лучше пусть мало потеряем, да. Вот, значит, это вот такая ситуация с точки зрения стоп-лосса, с точки зрения тейк-профита, где рекомендуют ставить Александр Элдер нам тейк-профит. Во-первых, как только цена уходит в нашу сторону, опять-таки Элдер не говорит четких параметров, сколько именно она должна уйти в нашу сторону, но когда она уходит в нашу сторону, нужно переставлять стоп-лосс без убыток. Это вот тоже важный момент. В принципе, мы переставляем стоп-лосс без убыток, когда цена проходит величину одного риска, но тут тоже зависит от стопа, да. Но вот, тем не менее, Александр Элдер подчеркивает, что нужно переставлять стоп без убыток, и делать это, когда именно не говорит, но надо делать. Стоп-лосс без убыток переставляем, и следующий момент – это когда фиксировать прибыль. Вот Александр такую интересную мысль высказывает, что защищать 50% так называемой бумажной прибыли. Что это значит? И вот если, например, рынок вам показал, ну, не знаю, там, допустим, вот здесь вот цена ушла, и вот здесь рынок показывает, там, не знаю, там, пять тысяч долларов прибыли, образно говоря, то стоп-лосс нужно передвинуть так, чтобы две с половиной тысячи точно сохранить. То есть вот как только вы получили в теории, то есть бумажная прибыль – это теоретическая прибыль, которая у нас на счете, она у вас была, но вы ее не зафиксировали, да. То есть если вам рынок вдруг показывал, там, 20 тысяч прибыли, да, то нужно стоп-лосс поставить так, чтобы хотя бы 10 сохранить. То есть он вот это подчеркивает. В принципе, мысль здравая, да. То есть если уж вы видели в теории некую сумму, то, ну, хотя бы половину ее взять. И получается стоп-лосс такой, знаете, он не привязан к какому-то индикатору, он привязан к прибыли. То есть он может стоять абсолютно где-то там не по уровню, где-то там в середине, да, тренда, ну, просто потому, что это фиксация половины части прибыли. Но вот, тем не менее, это хорошая идея так фиксироваться. Вот это итог, да. То есть мы имеем с вами тренд на долгосрочном масштабе, имеем коррекцию, то есть вход по тренду на среднесрочном масштабе. И дальше третий экран, это мы двигаем отложенный стоп-приказ, селл-стоп на вход. Для того, чтобы когда тренд возобновится, мы с вами зашли в рынок. Вот здесь у нас такая ситуация, вот здесь такая ситуация, тоже вот. Если говорить о стахастике, стахастик сам по себе дает хороший сигнал, вот когда у него вот идет движение, то есть возврат линии, да, ну, в данном случае вот зелененьким цветом, да, обозначено, ниже 80, это хороший сигнал на вход. То есть сам по себе стахастик может являться и третьим экраном. То есть второй экран, это когда он поднимается выше, вот уходит выше 80, то есть перекупленность на нисходящем тренде. А когда он из него возвращается вниз, это вот, в принципе, сигнал на вход, да, что возобновляется движение по тренду. Ну, вот такая трендовая моделька. Еще раз повторю, что это не Грааль, это именно модель. Обратите внимание, что здесь есть три масштаба, то есть, ну, по крайней мере, два, да. То есть есть масштаб, на котором мы определяем тренд, это очень важно по трендовому индикатору. Есть масштаб, на котором мы определяем точку входа. Это может быть долгосрочный недельный плюс день, либо долгосрочный день плюс час, либо день плюс четырехчасовой, то есть тут уже зависит от того, как лично вы вот для себя эти масштабы берете, да. То есть я вот заметил, что на валютном рынке в связи со составляющей спекулятивной, да, вот день-час хорошо работает. Ну и дальше ставим стоп-лосс либо под максимум-миниум, да, то есть короткий стоп-лоссик, но предыдущий максимум-миниум, защищаем 50% бумажной прибыли и перемещаем стоп-лосс без убыток. Вот основные концепции трендовой модели Элдера. Так, ну что ж, в принципе, на этом закончим. Мы сегодня подольше задержались, но я надеюсь, это было для вас полезно, да. Если какие-то вопросы есть, то, пожалуйста, задавайте. Так, да, YouTube, да, на официальном канале YouTube у нас есть вся эта информация о наших видео, и там, в принципе, мои видео тоже выкладываются. Подскажите, где можно подробно посмотреть все настройки мувингов, осцилляторов на различных таймфреймах. Но если вы имеете в виду по самой стратегии, то, в общем-то, я их назвал, ну, можете видео тоже посмотреть, да. Но здесь все очень просто. Часовой 120, 24, 15-минутный, да, если вдруг вы промежуточный смотрите, это 480 и 96, и 5-минутный – это 1440 и 288. Это все. Дальше по индикаторам MACD я беру классический MACD 12, 24, 9. Все, больше здесь никаких дополнительных параметров нет. Ну, кстати, 15-минутный я только что сказал, да, то есть вот 15-минуточка – это 480, 96. Третью среднюю не смотрите, мы ее убрали, она нам сейчас пока не нужна. Вот, 480, 96. Как мы это будем применять? Полностью смените аналитику? Нет, 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 конечно, аналитику менять не будем. Аналитику менять не будем, то есть сейчас просто хотел рассказать про эту модель. Я еще вернусь именно с точки зрения принципа, да, то есть я хочу, чтобы вы принцип построения самой модели уловили, да, потому что моя идея очень грамотная. Вот. Аналитику менять не будем, просто будем возвращаться к этому с точки зрения там построения трендовых моделей и будем сами для себя строить несколько моделей и по ним отслеживать уже движение валютных пар. То есть сейчас у нас одна, будут другие, но они будут добавляться, а не заменять, чтобы мы с нескольких сторон рассматривали ситуацию. Сейчас паение доллара можно рассматривать как двойное дно. Ну, в принципе, масштаб только уточнить единственное. Если 5-минутный, там даже немножечко повышение получается. Если вы, если часовой, то да. А, вы, наверное, часовой. Часовое двойное дно, да, совершенно верно. Ну, и имеется в виду, что да, если цена придет вот сюда, то это будет плохой сигнал о том, что, ну, имеется в виду плохое существование нисходящего тренда о том, что цена может отработаться наверху, идти выше средней там и так далее. Вот. Ну, в целом вот так. Ну, хорошо. Мы еще к этому вернемся. О, слушайте, фунтиар это у нас. Вон, во. О, пока мы с вами тут разговаривали. Смотрите, фунты что делает. Тысяча пунктов. Ну, все, пора, пора идти смотреть рынок. Фунт тут позиций нету никаких, но пора отслеживать. Ну, что ж, друзья, закончим-то на этом. Я надеюсь, что данная модель Александра Элдера все-таки вам приглянула с точки зрения того, как строятся модели, да. Надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Ну, и приходите на наши аналитические обзоры, будем дальше разбирать движение валютных пар. Эта неделя полна событиями, и, я думаю, сформируются интересные тренды. Участков фунта уже на тысячу пунктов в пятизначной системе, да, движение пошло. В общем-то, возможно, как раз закладывается рынок на эти события. Что ж, на сегодня закончим. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok